Рестер крутой пацан, он должен быть на вершине ютуба, но ему не дают, он крутой, но мало все, без подписки на него словно злые тети Люды. Всем привет, ребята, с вами снова я, Рестер Плей, и вы могли задаться таким вопросом, что делать, если я только начинаю снимать в ютубе, сниматься, то есть, да, Майнкрафт или МКПЕ и вообще Майнкрафт друг эдишнен и, короче, все связанное с Майнкрафтом. Конечно, эти советы еще могут помочь, если вы снимаете другие игры, но в основном я вам расскажу про Майнкрафт и именно МКПЕ. Ну что же, ребята, а мы погнали! Причем вам всех советов, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на новый канал. Так же самое нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые такие же видеоролики. Ну что ж, первый совет. Настройки и создание гмейл аккаунта. Чтобы у вас был канал на своем ютубе, у вас должен быть гмейл. Именно этот гмейл и есть, можно сказать, аккаунт вашего ютуба. Только вы уже в ютубе можете сделать свой канал. Вначале вам, ребята, нужно сделать лучше гмейл. Если вы уже не выросли там чуточку и все такое. В гмейле вам нужно обязательно указать дату не меньше чем 18 лет. Больше чем 18 лет. Чтобы у вас не отобрали некоторые возможности. Также желательно вам лучше не указывать свой пол. Ну, если вы уже указали, это не так уж и печально, но просто на просто так желательно лучше не указывать. Ваша почта должна быть хорошей, то есть название почты. То же самое у вас должен быть надежный пароль, который вы запомните. И самое важное то, что нужно, это подсоединить свой номер к гмейл аккаунту. Чтобы если вдруг вы забудете пароль, вы сможете его очень легко восстановить. Второй совет. Оптимизация и оформление канала. Вы слышали, есть такое понятие, как теги. Теги есть не только у видео. Они есть еще у канала. Конечно, эти теги можно поставить только на ПК версии. То есть вы заходите в браузер, пишите youtube.com, вас заходят на youtube. И вы в трех точках или где-нибудь, короче, нажимаете ПК версии. Чтобы вас закинуло на ПК версии. И тогда в творческой студии вы уже, я думаю, сами разберетесь там. И вы сможете все это сделать. Так же самое, именно с помощью ПК версии можно сделать шапку. То есть поставить себе шапку. И аватарку. Вообще сейчас аватарку даже на телефоне нельзя поставить. Не знаю даже почему раньше можно было, а теперь нельзя. Вам нужно добавить теги своего канала. Вам нужно сделать описание своего канала. Плейлисты пока вы не делаете, если вы еще не снимали видеоролики. Если вы уже снимали, то вы можете сделать разные плейлисты. Например, полезные видеоролики. Видеоролики с музыкой там. Например, pvp-клипы или b2z-клипы, не знаю. Что там еще разные, короче, плейлисты можно делать. Или, ну а там новые ролики. Так же самое, когда вы заснимите ролик. И если вы уже засняли, то в ПК версии в оформлении канала. То есть, ну короче, в виде канала там можно настроить видео, которое будет попадаться у ребят перед подпиской и после подписки. Например, если человек не подписан, у него будет такое это видео стоять на главной странице канала вашего. А если вы подпишетесь, то у него появится другое видео. Если он, конечно, обновит страничку. Вы можете это тоже поставить. Вот. Если у вас, конечно, опять же, есть два видео. Или когда вы заснимите эти два видео. Так же самое, надо хорошую шапку сделать и хорошую аватарку. Очень хорошую. Все очень важно. Обязательно надо хорошо нарисовать. Желательно отфотошопить. Это все делать. Фон надо сделать обязательно. Прям все-все детали надо хорошенько сделать, чтобы ваша шапка и аватарка была очень красивая. И, естественно, придумать оригинальный ник. Желательно не плагиатить. И придумывайте такой никнейм, который даже в слове нет. Например, возьмем таких людей, которые называют себя печенькой. Если вы делаете, например, печенька, английскими буквами, но по чтению это как печенька. То не стоит. Потому что, когда вы будете вводить печенька, хоть на английском, хоть на русском, ваш канал не будет отображаться. Придумайте такой никнейм, которого никого нет. Но, может, если у кого-то есть, то главное, чтобы этот человек не был слишком популярным. Вот, например, я знаю, конечно, есть один ютубер, у которого есть мой никнейм Рестер. Только там Рестер Чейн, вот, такой канал. И там не то, чтобы просто какой-то канал геймерский или все такое блогерский. Он просто снимает обзоры или там разные технологии для отдыха. Ну, если вы не знали, Рестер переводится как отдых. Вот, но все же, когда вы прописываете Рестер или Рестер Плей, то высвечивается мой канал. Ну, опять же, придумывайте такой никнейм, которого, например, не было. Например, какой бы никнейм можно придумать? Например, Вайрон можно придумать никнейм. Или, например, Лупсик. Не знаю, короче. Это отстойно у меня, конечно, никнеймы вышли. Но вы можете сами придумать себе какой-нибудь крутой никнейм. Все зависит только от вас. Третий совет. Правильный и качественный. Начнем, значит, опять же, с МКПЕ. МКПЕ это такой комьюнити, там, где очень часто люди хайпят. В принципе, ладно пусть хайпят. Опять же, я говорю это, потому что я уже говорил в ошибках МКПЕ. Вот. Но все же не надо снимать одно и то же, то есть ресурспаки и обзоры серверов. Если вы это снимаете, то, пожалуйста, снимайте это редко или не настолько часто. И снимайте это так, чтобы это оно захайпило и набрало просмотры и аудиторию вообще у вас. Вот. Качественный контент еще в том духе, в том, что многие МКПЕшеры, они могут снимать примерно так. Всем привет, ребята, с вами я. И там какой-то никнейм, да. Сегодня мы будем делать обзор на сервер. Поехали. То есть такой голос, такой, знаете, мрачный или не то, что мрачный, а просто самый обычный голос без эмоций. Вот как у меня вы сейчас можете, то есть вы слушаете меня, да, и чувствуете, что у меня есть какие-то эмоции у моего голоса. Вот. И у вашего голоса так же самое должны быть эмоции. Надо чуточку даже повышать свой тон. Не то, что потише вот так вот говорить, как я вот, я потише говорю, да, это я не с повышенным тоном. А надо с повышенным тоном, чтобы у вас было более интересней смотреть. Вот. Это и тоже качественный контент. В качественном контенте должен быть хороший монтаж. Хорошее качество видео, то есть там, например, 2100 с чем-то, наверное, на сколько-то пикселей. Чтобы людям было реально удобно смотреть. Даже если у них само видео стоит на 124-ом качестве, я уже не помню, сколько там это, сама минимальная. Но все же, опять же, у блогеров, блогеры есть такие, у которых даже при минимальном качестве ютуба, да, то у них стоит все равно нормальное качество, чтобы смотреть видеоролик. Вот. Это экономит вам связь, например, если мобильнее, да, связь вы смотрите. И интернет, вам даже сильно не нужен, прям мощный, чтобы смотреть качественное видео. Это очень хорошо. И, конечно же, никому не приятно смотреть, когда видео чуточку вот такое размытое. Желательно делать контент, например, не такой, например, контент, как «Выживаем в Майнкрафте». Это уже снимали все ребята. А, например, вы можете, например, сделать контент, например, «Выживание в гриферском сервере», «Играем в какую-то игру». Только вы не то, что просто пишите «Играем и выживаем», все. А вы, как бы, чуточку можете кликбэд на сделать или реально то, что было видео. Вот, например, я выпускал ролик, и там я сделал, я встретил читера на гриферском сервере и сломал админдом. Это уже намного интереснее название и само даже превью, чем видео, например, «Выживаем в гриферем на гриферском сервере». Ну, конечно, лучше бы вы зашли на то самое первое, на то видео, которое я первое сказал. Вот, опять же. Поэтому, если вы там играете во что-то, то вы можете там, если у вас там человек какой-то протупел, вы можете так написать, например, «Название видео». «Этот человек настолько сильно протупел», и там поставить, короче, превью какой-то и все такое. Ну, вы, короче, надеюсь, меня поняли насчет качественного контента. Четвертый совет – оптимизация вашего видеоролика. Ребята, вам нужно оптимизировать ролик обязательно, потому что без оптимизации у вас меньшая вероятность на то, что у вас поднимется аудитория или вообще его кто-то посмотрит. Вот, например, я говорил в прошлом совете, то, что вам нужно сделать чуточку кликбетное название. Конечно, это надо было сказать не в этом совете, но я уже, если там сказал, то ладно. Опять же, насчет названия вы уже поняли. Вам нужно еще сделать хорошее превью видео. Если вы не умеете сами делать, вы можете его заказать. Желательно делать самому, чтобы развелась свой скил и чтобы не ждать от этого заказа, который может вообще целую неделю это идти. Ну, если вы, конечно, по дешевке покупаете. Обязательно оставляйте описание, оставляйте, например, там, ваш дискорд, ваш дискорд-сервер. Вот, кстати, да, дискорд-сервер тоже обязательно делайте начинающим к прессерам или там какие-то группы, чтобы люди могли узнавать о новых видеороликах, если присоединятся. Опять же, делать теги, только теги делаются не в описании. В описании теги можно делать, но это в противном случае может помочь. Но, опять же, нежелательно такое делать. И еще это риск на желтый значок или же демонетизацию вашего видео. Теги можно ставить в специальные ячейки редактирования вашего видео, то есть в творческой студии YouTube. Просто пишите слово, потом запятую и делаете пробел, и тогда у вас добавляется тег. Пятый совет. Отношение к аудитории. Именно вашей. Ребята, вам нужно хорошо относиться к своей аудитории, потому что если вы будете говорить, типа, вы никто, типа, вы просто мои подписчики и все такое, то они тогда, а, раз ты так, так пошел ты вон. И тогда они тебя пошлют, могут так сделать, конечно, и не смотреть твои видеоролики, даже если они будут очень прикольными, да, знаете, вот так вот. Ну, может быть, некоторые не уйдут, опять же, им будет просто все равно, но им же нравится, типа, ваш ролик, но все же, чтобы сохранять свою аудиторию, чтобы привлекать ее, надо быть добрыми, добрым к ней. То есть не то, чтобы вы делаете все, что они захотят, нет, просто быть добрыми, да, например, отвечать на вопросы, если они там задают. Если, конечно, они уже вас достают, то вы можете просто проигнорить их, или там сказать, что, прости, там, мне пора и все такое, и потом уже им не отвечать, так, в случае чего. Вот. Ну, они, если что, это сами поймут, что они слишком это, типа, плохо вам сделали, если так, вдруг, да. Да, если, и никогда не быть ЧСВшником к отношению по аудитории, потому что, если вы будете, как бы, считать себя самым главным в аудитории, то, типа, ну, как бы, это не совсем уважение. Считайте свою аудиторию, как друзьями, потому что, если они будут, потому что, если они будут знать, что вы для них, как друзья, то, они будут вас, прям, ценить. Хоть даже, если вы им не так уж и часто пишете. Опять же, просто будьте исключительно добрыми к аудитории, отвечайте на вопросы, помогайте им, если они нуждаются в этой беде, и все, все, все же, вот. Надеюсь, вы поняли. Ну, и теперь два бонусных совета. Бонусных, ну, потому что это необязательные советы, но я вам очень сильно советую. Вот. Опять же, но это все же бонусные, потому что они не совсем обязательные. Шестой совет, это снимать туториалы, чтобы набрать себе аудиторию подписчиков, вот как я. Если бы не туториалы, ребята, я бы, наверное, набрал бы только тысячу подписчиков, как максимум, на своем канале. Вы делаете туториалы, которые могут захайпить и которые вообще понятные, ну что бы, и реально рабочие, не кликбетные. Вот. Например, там 4D-скины. Вот, кстати, у меня часто 4D-скины хайпят, я не знаю даже почему, но все же. Делайте такие туториалы, которые мало кто сделал или вообще никто не делал, если там люди нуждаются в этой беде. Обязательно же вам нужно сделать хорошую оптимизацию своего туториала, например, как сделать 4D-скины в Майнкрафте, Бэдрок или МКПЕ 1.16.201. И надо как можно больше добавить в название слов, там, как, ну знаете их слов в коктейле, потому что чаще всего видео может высвечиваться первым, когда вы пишете, там, как сделать 4D-скины. Если у вас будет слишком много, типа, если у вас будет много слов, там, чтобы были разные варианты, например, вы можете написать, если у вас, например, видео написано, как сделать 4D-скины и как поставить плащ, то если вы просто напишите, как сделать 4D-скины, то когда человек будет писать, как сделать плащ, то тогда ему это видео не высветится. Поэтому вы еще и пишете, как сделать плащ, вот, в названии, опять же. И, кстати говоря, это тоже стоит писать в описании. Я вас уверяю, если туториал зайдет в первый список видео по поиску, и даже в рекомендации, если не дай бог, это вообще капец, ну это вообще очень круто даже, ребята, если вы не знали. Вот, если вдруг оно залетит, и вдруг это очень будет так распространенная проблема, то тогда вы можете набрать себе много просмотров и неплохую аудиторию даже. Ну и последний, седьмой совет, это покупать качественную и прибыльную рекламу. Смотрите, ребята, у меня сейчас такой случай, такая ситуация, что у меня аудитории практически нету, потому что я даже сам не знаю, почему так выходит, но это скорее из-за того, что я ни разу не покупал рекламу. Ну, может быть, меня и рекламировали, но мне это делали бесплатно, и то я даже иногда не просил, и на тех каналах, там, где вообще даже аудитории нету. Если мне заказать качественную и прибыльную рекламу, то есть не то, чтобы рекламу, эй, ребят, подписывайтесь на этот канал, вот он очень классный. Нет, эта реклама никому не подойдет, ребята, вам, кстати, тоже советую, если вы делаете рекламу. Реклама должна быть примерно такая. Ребята, ребята, видите этого человека, он вообще, вообще делает, смотрите, какие он делает годные ролики, как сделать 4D скин, вам вообще, ребята, если вы задавались вопросом, вот у этого человека, человека вы можете увидеть. Или, например, обзоры серверов, самый крутой сервер, или как убрать кружок, кстати, ребят, скоро будет туториал, как убрать кружок в любом МКПЕ, то есть в любой версии МКПЕ. Вот, опять же, надо добавить слов, чтобы люди узнали причину, почему они должны зайти на этот канал, вот. И, опять же, прибыльно это в том смысле то, что аудитория должна быть у этого человека, которая, которая, как бы сказать, не то, чтобы поведется, а которым понравится человек в рекламе, и тогда они решатся перейти на этот канал, чтобы подписаться и смотреть ролики, которые там говорилось, и которые там есть. Если она дорогая реклама, то не удивляйтесь, потому что качественная и прибыльная реклама, она, естественно, будет дорогой. И если вы хотите убедиться в том, что она будет качественная и прибыльная, вам нужно посмотреть другие рекламы этого человека, как он их делал, и насколько они вообще прибыльные были, если все там совпадает очень хорошо, если и прибыльная, и качественная, то, естественно, можете покупать, если, конечно, вам денег хватит, или если для вас это будет. Надеюсь, вам мои советы понадобятся, и вы станете очень крутым Майнкрафтером и МКПЕ-шером, потому что это, конечно, очень классно, и я даже сам не представлял, что когда-нибудь я наберу себе 3000 подписчиков на своем канале. Но, конечно же, скоро у нас будет 4000 подписчиков на канале, да, ребята, вот так вот выходит. Я очень буду рад, если вы подпишетесь на мой канал, потому что я мчусь к 10 тысячам подписчиков, и я буду очень-очень рад вам, ребят. На моем канале много-много полезных видео в плейлисте «Секрет полезный», ну, оно так называется, но все же там очень полно туториалов, очень полно у меня хороших видеороликов, которые вам точно должны понравиться, вот. Смотрите их, пожалуйста, и оставайтесь на активе. Также не забывайте жмакать на лайк, нажимать на колокольчик, подписываться еще раз на канал, вот. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже знали такие советы. Ну, а на этом я могу прощаться. С вами был Рестер, друзья, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok